Елена Мазанько Елена Мазанько В результате столкновения легкового автомобиля и большегруза один человек погиб. Трагедия произошла в Александровском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля «Фиат», двигаясь со стороны киржача, выехал навстречу и столкнулся за большегрузом «Вольво» с полуприцепом. Затем «Фиат» попал еще и под «КамАЗ», который шел в попутном направлении. За рулем легковушки сидела женщина, 56-летняя жительница Подмосковья. В результате столкновений с большегрузами она скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Других погибших и пострадавших нет. ГАИ сейчас устанавливает все обстоятельства трагедии. ДТП в Суздальском районе столкнулись два автомобиля, пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний. Как сообщает УВД области, на 45-м километре автодороги М7 водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗом 21099. В результате водитель 99-й и его 15-летний пассажир, а также 30-летний пассажир внедорожника получили травмы и были доставлены в больницу. Светлана Мельникова возвращается во Владимир с сегодняшнего дня. Она снова возглавляет Владимир Судольский музей-заповедник. Приказ об этом опубликован на сайте Министерства культуры. Последние два с половиной года Мельникова возглавляла государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический. За ее возвращение во Владимир ратовала в том числе Алиса Аксенова. Музеем она руководила 50 лет, потом эстафету подхватила ее ученица Светлана Мельникова, а потом пришел Игорь Конышев и, как считает Алиса Ивановна, все разрушил. Чтобы спасти Владимир Судольский музей-заповедник, как раз и понадобилась Мельникова. Ради ее возвращения Алиса Ивановна обещала забыть все разногласия, которые когда-то у нее были со Светланой Мельниковой.